Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Иудифи, читаю перевод синодальный, самый обычный, для библейского портала экзегет. Ну вот у нас с вами в предыдущих главах рассказывалось о том, какая опасность угрожает израильтянам. Мы говорили, что это, в общем, может быть такая скорее историческая билетристика, не столько история, сколько билетристика, повествование о том, что образно передает общую идею спасения израильтян. И книга Руфь здесь очень близка, потому что там женщина избавляет от позора свою семью, да, и дает возможность родиться наследником. Книга Исфирь еще ближе, потому что там Исфирь избавляет от опасности свой народ. Ну и Иудиф делает абсолютно то же самое. Причем интересно, что предыдущая глава, она была такой вот Иудифи люди, а девятый Иудифи Бог. Вот когда выполнены все меры предосторожности, настает время молитвы. Казалось бы, без этой главы сюжет не изменился бы. Но она все-таки центральная в этой книге, потому что эта глава показывает, а почему произошло то, что произошло, а в каких отношениях Иудиф и весь народ состоит со Всевышним. А Иудиф пала на лицо, посыпала голову свою пеплом, сбросила с себя в ретище, в которое было одето, ну то есть траурную одежду по поводу того, что, по поводу тех несчастья, которые происходят. И только что воскурили в Иерусалиме, в доме Господнем, вечерний Фимеам, имеется в виду жертву, воскурение, и молитва привязана к этому времени, то есть есть определенное время вечерней молитвы. Иудиф громким голосом вызвала Господа и сказала, Господи Божий, отца моего Симеона, которому ты дал руку меч на отмщение иноплеменных, который открыл ложесна девы для оскорбления, обнажили бедро для позора и оскорнировала ложесна для посрамления, ты сказал, да не будет всего, а они сделали. Имеется в виду Симеон, прародитель, один из двенадцати сыновей Якова, который напал на тех, кто изнасиловал ее сеструдину вместе с своими братьями. И, соответственно, вот кровавое отмщение за позор. И зато ты предал князей их на убиение, постель их, который видел обольщение, их обогрел кровью и поразил рабов подле владителей, владителей на тронах их. И от долженных в расхищении, дочерей их в плен и всю добычу враздел сынам, возлюбленным тобою, которые возревновали твоей ревностью, возгнушались оскорнением крови их и призвали тебя на помощь. Боже, Боже мой, слышь меня, вдову. А при чем здесь это? Она не воин, как Симеон. Она не нападает открыто на своих врагов. Но, правда, и Симеон не нападал открыто. Там был целый замысел. Заставили их сделать обрезание. Они согласились. И когда они лежали после этой операции, больные, соответственно, на них напали. Но в любом случае это просто повторение истории. История повторяется по кругу, каждый раз в каком-то новом обличье. И Иудив занимает место, которое когда-то занимал Симеон, сын Иакова или Израиля. «Ты, — говорит она Богу, — сотворил прежде всего бывшее, и сие, и последующее за Сим, и содержал в уме настоящие и грядущие, и что помыслил ты, то и свершилось, что определил, то и явилось, и сказала, вот я, ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден». Но то есть это делаем не мы. А вот Симеон, говорит Иудив, или я, или кто бы то ни было еще, все любят праздновать победу. Кто же не любит? Вспоминать героические деяния предков. Кто же их забывает? Хвалится ими, гордится ими. А Иудив говорит, это сделал Господи Ты. Хотя, да, физически, когда-то это были другие люди, сейчас она говорит, это хочу сделать я, но тем не менее это твоя победа, не наша. Вот, ассирии не умножились в силе своей, но ассирийцы, мы говорили, это такие вот образцовые завоеватели. В Вавилоне они еще были, много кто был, но вот здесь эти завоеватели называются ассирийцы. Умножились в силе своей, гордятся конем и всадником. Конь и всадник, кстати, это из книги «Исход», когда поют после перехода через море песню о коне и всаднике, вернутом в море. Вот теперь новые кони, новые всадники. «Отщеславятся мышцы у пеших, надеются и на щиты, и на копье, и на лук, и на прощу. Вооружение у них хорошее, да? Они знают того, что Ты, Господь, сокрушающий брани, то есть побеждающий на войне победа от Тебя. «Господь имя Тебе, сокруши же и крепость силою Твоей, уничтожь их силу гневом Твоим». А с какой стати? Почему это Бог на нашей стороне? Вообще, когда воюют такие традиционные общества, они всегда говорят «Бог на нашей стороне, Бог за нас». Но явно не всегда это правда. «Ибо они замыслили осквернить святилище Твое, поругаться над мирным селением имени славы Твоей, и же злом сокрушить рог Твоего жертвенника, то есть уничтожить Иерусалим. Возри на превозношение их, пошли гнев Твой на главы их, дай вдове и руке моей крепость на то, что задумала я. Устами хитрости моей порази раба перед вождем, и вождя перед рабом его, как тогда при Симеоне. «И сокруши гордынь их рукой женскую». Но такой особый смысл, это, конечно, не про феминизм, а это про то, что женщины, в принципе, не очень подходят, извините, дорогие женщины, не очень подходят на роль воина, избавителя, освободителя, но даже и она станет им, если Господь того захочет. «Ибо не во множестве силы Твоя, и не в могучих могуществ Твое, не в большой армии, не в передовых технологиях, не в боевой подготовке, а в чем-то другом. Но ты Бог смиренных, ты помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных». Вот пока человеку есть на что надеяться, он очень часто на это и надеется. А когда уже только на Бога осталось, вот тут-то оно и срабатывает, говорит она. И мы, говорит Юдив, ровно в таком положении, мы в осаде, все плохо, безнадежно, ну что нам делать? «Так, как Божий Отца моего и Божье наследие Израилево, владыка неба и земли, творец вод». Творец вод – необычное название. Раз небо, земля, вода, как бы земля и вода, и земля и небо. Вот раз небо и земли, то и воду нужно упомянуть. «Царь всякого создания Твоего, услышь молитву мою, сделай слово моё и хитрость мою, рану и язву для тех, которые задумали жестокое против завета Твоего, святого дома Твоего, высоты Сиона». «Сион – главная гора в Иерусалиме, и дома наследие сынов Твоих. Вразуми весь народ Твой, всякое племя, чтобы видели они, что Ты – Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника, рода Израилева, кроме Тебя». Снова и снова, молитва, которая говорит, по сути, дело одно – нам больше не на что надеяться. Ровно поэтому мы Тебя просим. Когда начинается период отчаяния, наверное, бывает в жизни у разных людей, нечасто, но бывает в жизни целых стран, народов, вот тогда вспоминают о Боге, и тогда это срабатывает. Может быть, книга «Юдив», которая, кажется, не очень достоверна исторически, достовернее всего именно в этом рассказе. Ну, а в 10 главе мы прочитаем про то, как, собственно, её замысел начинает исполняться. Субтитры создавал DimaTorzok